все готово мне теперь этот просто начать трансляцию я уже все сделал вообще сделать добрый день вашему вниманию представляется лекция по медицине катастроф отравляющие вещества цитотоксического действия лектор доцент кудина валерий владимирович кафедра травматологии и ортопедии на лекцию выносится три основных вопроса первый вопрос физико-химические и токсические свойства иприта и люизита это основные представители этой группы веществ иприт и люизит второй вопрос клиническая картина поражения и объем медицинской помощи на этапах эвакуации и так три основных вопросов что касается общей характеристики этих веществ во время второй мировой войны они не применялись хотя на вооружении фашистской германии они были вот в данном случае показано расположение могильников трофейного химического оружия это затопленные баржи с ипритом и люизитом которые фашисты затопили на дне балтийского моря в основном при отступлении вот эти баржи находятся на большой глубине специальных контейнерах что касается общей характеристики этих веществ токсические агенты которые вызывают воспалительно-некротические изменения на путях проникновения в организм в сочетании с выраженным общерезоргтивным действием называется цито токсическими отравляющими веществами это современное название этой группы отравляющих веществ в самом названии показан их механизм действия цито токсическое то есть токсическое действие на клетку более старое название отравляющие вещества кожно-резоргтивного действия Оно может встречаться в литературе. И еще более старое название – отравляющие вещества кожно-нарывного действия. То же самое может встречаться в литературе. Основные представители – это иприты, сернистый иприт, азотистый иприт и люизит. К этой же группе относятся диоксин, фенолы, карболовая кислота и так далее. Что касается общей характеристики, проникают они в организм всеми возможными путями. И при любом пути проникновения, в месте проникновения, всегда остается какой-либо дефект. Повреждается или слизистая оболочка, или кожа. В этом месте обязательно будет какое-либо воздействие на эту ткань, которая подверглась поражению. Все эти вещества относятся к группе стойких отравляющих веществ. То есть они длительное время сохраняют свои токсические свойства на местности. Причем в зимнее время стойкость этих веществ будет выше, в летнее время, соответственно, ниже. Стойкость этих веществ определяется температурой кипения. Они имеют достаточно высокую температуру кипения. Вот как раз вот эта температура кипения и обеспечивает их стойкость при нахождении во внешней среде. Характерной особенностью их действия является способность вызывать местные воспалительные некротические изменения. Они будут довольно-таки выражены, но и наряду с этим всегда будет выраженное резорктивное действие. Они довольно-таки быстро будут всасываться в кровь, а дальше стоком крови будут разноситься по органам и тканям, ну и вызывать свое повреждающее действие непосредственно на эти органы и ткани. Теперь непосредственно поговорим о свойствах, в частности, иприты. Делятся на сернистый иприт и азотистый иприт. Сернистый иприт в чистом виде – это бесцветная жидкость со слабым запахом касторового масла или запахом чеснока. Да, в некоторых источниках лизературы сернистый иприт называют еще горчичный газ, потому что при низких концентрациях он имеет запах горчицы. Хорошо растворяется сернистый иприт в органических растворителях и других отравляющих веществах. Легко впитываются упористые материалы – резину, асфальт, не теряя при этом токсических свойств. В обычных условиях иприт испаряется медленно, создавая на местности стойкий очаг замедленного действия. Медленно гидролизуется с образованием соляной кислоты и нетоксичного теодигликоля, а при кипячении и добавлении щелочей гидролизово существенно ускоряется. Иприты хорошо дегазируются веществами, содержащими активный хлор. Это та же хлорная известь, хлорамины, гипохлорид кальция. При этом в водной среде происходит их окисление атомарным кислородом, и при этом превращается в нетоксичный сульфоксид. И наоборот, при избытке окислителя может образоваться более токсичный сульфон. При хлорировании иприта в безводной среде происходит образование нетоксичных полихлоридов, такие комплексоны по типу гексохлорида. В дальнейшем происходит распад молекулы иприта. Обладает малой летучестью и высокой температурой кипения. Обусловливает их стойкость на различных местности. В частности, летом сохраняет свои токсические свойства до 7 суток, а в зимних условиях до 2-3 недель. Если на местности, то в лесу, в ущельях различных, в низинах, летом может сохранять свои свойства до 9 суток, в открытом поле до 7 суток. Азотистый иприт Химически чистый – это бесцветная, слегка маслянистая жидкость, слабый такой ароматический запах. Удельный вес больше единицы, следовательно, при попадании в водоемы он будет оседать на дно водоема, загрязняя при этом все слои воды. Температура кипения достаточно высокая – 230-233 градуса. Плохо растворимы в воде, ну, довольно-таки прохладной в воде, плюс 15 градусов, около 0,5 грамма на литр всего лишь. При повышении температуры воды растворимость их несколько увеличивается. Гидролизуется медленно тоже, с образованием нетоксичного конечного продукта триэтаноламина и соляной кислоты. Дегазируется также хлорактивными веществами, но труднее сернистого иприта, что объясняется образованием соляно-кислой соли, которая не менее токсична, чем само основание. А также обладает выраженным общерезортивным действием и местное действие практически не уступает сернистому иприту. По токсичности азотистый иприт несколько уступает сернистому иприту, поэтому, скорее всего, в качестве отравляющего вещества может применяться сернистый иприт. Люизит. Свежеприготовленный люизит представляет собой бесцветную жидкость. Через какой-то промежуток времени, через час, через полтора часа, он приобретает темную окраску с фиолетовым оттенком. Ну и вот для люизита характерный запах герани, что, в принципе, может являться также одним из диагностических критериев. Запах герани. Температура кипения тоже достаточно высокая. Плюс 196 градусов. Температура замерзания 44 градуса. Плотность парлов по воздуху люизита 7,2, то есть он тяжелее воздуха в 7 раз, поэтому будет находиться в приземных слоях атмосферы. Удельный вес 1,9. При попадании в воду то же самое оседает на дно водоема. В воде почти нерастворим, поэтому в придонных слоях создается достаточно высокая концентрация люизита. Хорошо растворим в органических растворителях, жирах, каучуке. Впитывается в резину, шифер, лакокрасочное покрытие, пористые материалы, асфальт. При растворении в воде довольно-таки быстро гидролизуется с образованием соединения хлороминилоксенооксида. Химическая формула люизита содержит в своем составе мышьяк. Что касается экспертного решения медицинского работника, при заражении воды люизитом оно должно быть единым. Ни при каких условиях водоем, загрязненный люизитом, использовать нельзя. Там содержится мышьяк. Вот это, пожалуйста, запомните. При окислении люизита трюфалентный мышьяк переводится в менее токсичный пятивалентный. Окисление может быть достигнуто прямым или косвенным путем, которое осуществляется при применении хлора или йода в присутствии воды. При действии крепких щелочей люизит разрушается с выделением ацетилена. Дегазируется люизит так же, как и иприт, хлор содержащими веществами. То же самое относится к стойким боевым отравляющим веществам. Фенолы Это те органические соединения ароматического ряда, которые содержат в своей молекуле одну или несколько гидроксильных групп. Продукты жизнедеятельности, продукты распада фенолов, сами фенолы являются природными эндогентами-антиоксидантами. Некоторые фенолы токсичны на производствах, которые связаны с их получением или использованием. Соответственно, все фенолы представляют собой профессиональную вредность. В подавляющем большинстве случаев фенолы это бесцветные такие кристаллические твердые вещества. Причем многие из них обладают характерным таком интенсивным запахом. Многие фенолы хорошо растворимы в воде, в бензоле, органических растворителях, в спиртах. Обладают кислотными свойствами, поэтому, соответственно, реагируют со щелочами, образуя соли феноляты. Фенолы легко окисляются. В организме человека фенолы инактивируются путем метилирования. Поступают фенолы в организм через легкие, через неповрежденную кожу, то есть перкутанный путь, через слизистые оболочки, ну и, соответственно, пероральным путем могут попытаться. Из организма человека выделяется с мочой в основном и небольшая их часть с выдыхаемым воздухом. Что касается фенолов. Одноатомные фенолы это практически яды нервного действия. Воздействуют на центральную нервную систему, а кроме того, обладают сильным прижигающим и раздражающим действием на кожу. То есть при любом пути поступления будут вызываться различного рода раздражения, боль, соответственно, и прижигающие действия. Карболовая кислота это простейший представитель фенолов, обладает бактерицидными свойствами, используется для дезинфекции и дезинфекции. В медицинской практике карболовая кислота может применяться как местное прижигающее средство. При приеме внутрь и при вдыхании паров карболовой кислоты проявляется их токсичность. То же самое идет воздействие на центральную нервную систему, разрушаются клетки крови. Карболовая кислота представляет собой белое кристаллическое вещество с характерным таким резким запахом карболки. Температура плавления плюс 43, температура кипения достаточно высокая, плюс 182 градуса. Удельный вес 1,7. В воде при температуре от 4 до 15 градусов растворяется около 8% карболовой кислоты. При повышении температуры воды растворимость естественно увеличивается. Карболовая кислота хорошо растворяется в спиртах, эфире, бензоле, органолических растворителях, бензин, липидах. Незначительное количество влаги переводит карболовую кислоту из кристаллического состояния в жидкое. Техническая карболовая кислота представляет собой красно-бурую, иногда такую черную вязкую жидкость. Кислотные свойства выражены слабо, образуют простые и сложные эфиры. Легко окисляется на воздухе, что сопровождается розовым окрашиванием ее кристаллов. Что касается механизма действия патогенеза интоксикации. Основными механизмами действия являются отсутствие болевых ощущений в момент контакта тканей с этими веществами. В первую очередь это касается конечно ипритов. Возможно в литературе вы встречали такое выражение как анальгизирующее действие иприта. При попадании на слизистые оболочки, на кожу, даже достаточно высоких концентраций иприта никаких симптомов раздражения, болевых симптомов не возникает. И только при очень высоких концентрациях яда и ингаляционном контакте может быть позыв к чиханию. В основном все протекает незаметно, что соответственно затрудняет диагностику. Далее наличие скрытого периода в клинической картине. Это тот промежуток времени после прекращения действия яда или его всасывания. Следующая особенность это возникновение воспаления, возникновения некрозов на любой ткани, на которую воздействует иприт. Дальше чрезвычайная вялость процессов регенерации тканей. Различная вялость процессов заживления, выздоровления, развития афиксии и депрессии. связано это прежде всего с тем, что резко ослабляются защитные иммунологические реакции. Страдают такие клетки, как лимфоциты и лейкоциты. В связи с этим ослабляется защитная иммунная защита и идет присоединение вторичной инфекции. Активация перекисных процессов идет в тканях, так называемое радиомиметическое действие, то есть действие напоминает поражение ионизирующим излучением. В литературе оно еще иногда называет лучеподобное действие ипритов, то есть сходное с действием ионизирующего излучения. Далее мутагенное и тератогенное действие в отдаленный период. Это способность вызывать различного рода уродства, а также различного рода опухолевые процессы. Сенсибилизация организма к повторному контакту с ядом. Другими словами, повторный контакт с ядом проходит более тяжело, чем первичный контакт. Это связано с этим свойством и притом к свойствам сенсибилизации. Отмечается выраженное повреждение тканей в месте их первичного контакта, а при действии в больших количествах довольно-таки быстро развивается некроз тканей. В механизме действия легко проникает в клетке в течение 20-30 минут. Мы говорили в самом начале лекции, что это цитотоксическое действие. Так вот, внутриклеточная активность довольно-таки высока. Быстро подвергается гидролитической диссоциации, то есть нейтрализуется. Вот. Но это не предотвращает развитие поражения организма и некроза тканей вместе после скрытого периода. В результате быстрого расщепления иприта происходит образование промежуточных токсических соединений. Это так называемые ониевые соединения. Они вызывают ионизацию воды, ионизацию липидов, которые вступают в реакцию с теоловыми группами белков, нарушают их структуру. Вот таким образом проявляется лучеподобное или радиомиметическое действие этих ядов. Одними из первых повреждаются, я уже говорил, клетки, отвечающие за иммунную защиту. Это лимфоциты и лейкоциты. Кроме того, повреждаются около 40 различных ферментов. Это связано с полиэнзиматическим действием яда. Действуют иприты обычно целой молекулой или посредством ониевых промежуточных соединений. Блокируется гексокиназа, избирательно действует на анаэробный гликолиз, что приводит к нарушению первичного фосфорилирования глюкозы. Угнетаются трофические процессы в тканях. Отсюда очень медленное заживление. При разрушении ипритов в печени происходит образование гоптенов. Вот как раз гоптены они приводят к повышенной сенсибилизации организма. В клинической картине поражения первая особенность на которой я хочу остановиться это кумулятивное действие ипритов. То есть способность этих ядов к накоплению чаще всего подкожно-жировой клетчатки. Контакт с этими ядами вызывает повышенную сенсибилизацию за счет образования гоптенов. Мы говорили только о них сейчас. Токсическое действие иприта проявляется при различных путях его применения. Это может быть парабазное аэрозольное или даже капельно-жидкое состояние. Средствами доставки ипритов могут быть выливные авиационные приборы химические ракеты мины химические снаряды а в некоторых случаях с самолетом могут бросаться бочки с ипритом. При ударе об землю идет разгерметизация этих бочек и выливает с иприт в окружающую среду. По тяжести общерезортивных явлений различаются следующие клинические формы. Тяжелая или острая, средняя или подострая и легкая. Что касается хронический фон поражения, то в основном это при нарушении техники безопасности длительное воздействие незначительных концентраций иприта. Здесь выделяется так называемая кахектическая форма. Одной из причин смерти является присоединение гнойной инфекции на фоне ипритной кахексии. В основном это осуществляется на 4-6 неделе или в более поздние сроки. Что касается статистики по периоду Первой мировой войны, структура пораженных ипритов с потерей боеспособности она разделялась следующим образом. Потеря боеспособности до 4-х недель это львиная доля 75% таких пострадавших имели место до 6-ти недель 15% и до 4-х месяцев всего 10%. В настоящий момент практически все степени тяжести примерно равную часть получили. Тяжелая форма 30% средняя и легкая по 35%. Теперь непосредственно клиническая картина поражения кожи капельно-жидким ипритом. Ну мы уговорили так называемый немой контакт то есть не сопровождается никаких неприятных ощущений. Капелька жидкости попавшая на кожу пострадавшим может приниматься как капелька воды. Соответственно не будет никаких симптомов раздражения и болевых симптомов тоже. Поражение развивается медленно после скрытого периода. Продолжительность скрытого периода периода она может варьировать от одного часа до нескольких суток. Это зависит прежде всего от концентрации яда попавшего на кожу. При любых путях поступления яда в организм помимо местного действия всегда проявляется резерктивное или общетоксическое действие. Вот как раз вот это резерктивное действие проявляется угнетением центральной нервной системы угнетением кроветворения нарушением кровообращения нарушением пищеварения нарушаются все виды обменов веществ терморегуляции подавляется иммунное свойство организма поэтому легко идет склонность к присоединению вторичной инфекции. поражение кожи и притом возникает при попадании капель на кожу а также при воздействии пара на кожу в зависимости от концентрации и времени экспозиции могут быть три степени тяжести тяжесть поражения главным образом определяется площадью и локализацией поражения а также общим состоянием пострадавшего в клинической картине поражения кожи и притом выделяется пять стадий первая стадия скрытая мы говорили здесь промежуток времени от часа до нескольких суток затем идет стадия эритемы в моменте в месте проникновения образуется эритема затем визикулабулезная стадия язвенно-некротическая стадия и стадия исхода скрытый период характерен для ипритных поражений в этот период обычно отсутствуют субъективные и объективные ощущения продолжительность скрытого периода может быть несколько часов затем наступает стадия эритема впервые появляется эритематозное пятно бледно-розового цвета вот характерная особенность вот этого пятна именно ипритного то что пятно бледно-розового цвета с размытыми нечетко выраженными краями это как раз вот одна из диагностических особенностей эритематозного пятна именно для иприта визикулезно-булездая стадия она проявляется через 12-24 часа после попадания на кожу постепенно усиливается эксудация приподнимается эпидермис и по краю эритемы образуются мелкие пузырьки визикулы которые наполняются серозной жидкостью в токсикологии этот симптом называется симптом ипритного ожерелья то есть появление мелких визикул по краю эритемы затем мелкие визикулы сливаются образуются булы большие булы это идет переход визикулезный в булезную стадию по мере вскрытия булов образуются язвы при вскрытии поверхностных пузырей образуется эрозия то есть это поверхностные язвы процесс обычно протекает более благовременно более благоприятно и заживление идет путем эпитализации под струпом вот в данном случае показаны стадии развития эритемы видите пятно нечеткие контуры и пятно бледно-розового цвета размытые контуры нечеткие вот идет дальше процесс развития эритемы период времени до 18 часов далее симптомы притного ожерелья вот он показан у нас справа симптомы притного ожерелья постепенно мелкие визикулы у нас сливаются образуются булы то есть это булезная стадия или стадия пузыря этот процесс занимает от 18 часов до 48 часов затем начинается вскрытие пузырей и образуются язвы мы говорили при вскрытии поверхностных пузырей образуются эрозии при вскрытии глубоких пузырей образуются язвы ну и стадии исходов это развитие струпа или развитие струпца с развития рубца всегда при ипритных поражениях вот всегда будет рубец и всегда будет пигментация тканей вместе язвы поражение кожи парами иприта оно в принципе протекает наиболее благоприятно встречается чаще всего в летнее жаркое время на зараженном участке местности когда в атмосфере могут находиться достаточно высокие концентрации паров иприта скрытый период при этом обычно длительный до 12 до 20 часов скрытый период наиболее сильно поражаются наиболее чувствительные участки кожи это подмышечные упадины гениталии паховые складки а также открытые участки тела шея руки лицо поражение большей части носят характер эритемы обширность поражения и вот характерная особенность это мучительный зуд через 3-7 суток эритема исчезает и остается стойкая пигментация которая длится еще где-то в течение недели при высоких концентрациях и длительных экспозициях могут образовываться пузыри особенно это касается внутренней поверхности бедер или гениталий подмышечных впадин поражение кожи азотистым ипритом оно протекает по типу поражения семнистого иприта глубокая язвенная форма встречается крайне редко азотистые ипритом сильнее встасуются а местное прижигающее действие менее выражено что касается изменений со стороны нервной системы угнетенное депрессивное состояние вялость сонливость подавленное настроение повышение температуры чаще всего это как результат ипритной интоксикации отмечается практически в 90% случаев со стороны сердечно-сосудистой системы тахикардия гипотония аритмия в тяжелых случаях нитевидный пульс коллапс и цианоз смертельный исход может наступить первые двое трое суток это чаще всего явление угнетения центральной нервной системы и коллапс поражение глаз ипритом ну никогда не будет изолированного ингаляционного поражения без поражения глаз обычно это всегда происходит сочетание обычно это может возникать или от воздействия паров иприта ну или или от капель иприта это попадание на кожу кожу век глаза ну и также поражение на кожу лица поражения могут быть от легкой до тяжелой степени тяжести характеризуются они отсутствием раздражения в момент контакта с парами иприта также идет наличие скрытого периода и медленное развитие клиники это что касается иприта люизит или муфековистый яд имеет свои особенности поражения глаз ну во-первых сильное болевое раздражение глаз в момент контакта с этим ядом отсутствие скрытого периода или он очень короткий там буквально 5-7 минут может быть это при малых концентрациях и сильно выраженный отек конъюнктивы таким образом три характерные особенности поражения глаз именно люизитом сильная боль выраженный отек конъюнктивы и практически короткий скрытый период или его полное отсутствие инкаляционное поражение иприта развивается при вдыхании поров или аэрозолей этими отравляющими веществами в зависимости от концентрации и времени экспозиции они делятся на поражение легкой средней и тяжелой степени поражение органов дыхания носят нисходящий воспалительно-некротический характер сопровождается резортивным действием и одновременным поражением глаз мы говорили уже впереди что обычно всегда ингаляционное воздействие сопровождается повреждением слизистых оболочек в частности глаз особенности ингаляционного поражения иприта ну во-первых отсутствие раздражающего действия в момент контакта наличие скрытого периода в зависимости от степени тяжести скрытый период может быть до 10-12 часов после этого появляется резь в глазах сухость с соднением носу носоглотки гортани небольшой насморк охриплость голоса вплоть до афонии иногда сухой кашель то есть практически это проявляется симптомами фаренгита ларингита или конъюнктивита вот что касается легкой степени то выздоровление через 7-14 дней присоединение вторичной инфекции ну здесь в принципе вероятность имеется в связи с этим вот и выздоровление до 14 дней поражение средней степени тяжести это характерное развитие ипритного трахеобронхита скрытый период при этом сокращается до 5-6 часов вот начальное явление аналогичное как и при легкой степени дальше присоединяется боль за грудиной резкая слабость угнетенное состояние это воздействие на центральную нервную систему температура повышается до 38 39 градусов полное выздоровление обычно к концу месяца ну и очень часто вот при средней степени присоединяется такое осложнение как пневмония ну и наконец тяжелое ингаляционное поражение и при этом это поражение нижних отделов дыхательных путей оно идет по типу образования бронхопневмонии некротического воспаления слизистых оболочек примерно со второго дня на слизистых носах трахеи и бронхов развивается псевдомембранозный процесс псевдомембранозный процесс как раз соответствует булезной стадии такой же как на коже образуются пленки грязно-серого цвета по типу это они напоминают дифтеристические пленки они состоят из погибших лейкоцитов и лимфоцитов в отличие от ипритного поражения при люизите появляется чувство интенсивного сжения боли в носу в носоглотке всегда люизит будет сопровождаться наличием болевых ощущений очень быстро присоединяются боли за грудиной слезотечения слюнотечения кашель чихание ринарея головная боль тошнота и рвота слизистые оболочки носа и зева становятся отечны и гиперемированы явления раздражения слизистых стихают в течение ближайших часов а явления ринита ларинга фаренгита трахеита остаются в течение недели в тяжелых случаях явления раздражения слизистых оболочек выражены более сильно явления интоксикации быстро нарастают возбуждение сменяется угнетением наступает бродикардия затруднение дыхания уже в первые часы на слизистых оболочках образуются очаги некрозы кровоизлияния в очень тяжелых случаях развивается серозно-геморрагическая пневмония с отеком легких вот это как раз характерная особенность тяжелой степени тяжести именно поражение люизита люизитная серозно-геморрагическая пневмония общее состояние очень тяжелое наблюдается резкое сгущение крови ну за счет отека легких конечно прогрессирующее падение артериального давления ослабление сердечной деятельности цианоз кашель с выделением серозно-геморрагической гнойной мокроты смерть наступает в течение первых суток это явление асфиксии и коллапса пероральное поражение скрытый период при воздействии прита может быть до часа реже 2-3 часа но это при очень небольших концентрациях в основном скрытый период короткий 30-60 минут затем появляются боли в области желудка слюнотечения тошнот рвота боли по всему животу возникает гиперемия губ десен слизистой полости рта одновременно проявляется резерктивное действие причем всасывание прита при пероральном поражении осуществляется уже полость рта возникает резкая слабость апатия тахикардия гипотония одышка в тяжелых случаях кома присоединяется жидкий стул иногда с примесью крови со стороны пищевода и желудка в начале явления геморрагического эзофагита и гастрита в дальнейшем могут образовываться язвы желудка но это при достаточно высоких концентрациях прогноз при пероральном поступлении яда обычно всегда серьезный смерть может наступить в первые дни при явлениях общей интоксикации или на седьмой десятый день от общего истощения то есть от атакахексии при пероральном поражении люизитом клиника развивается еще бурно буквально имеют имеют место одновременное ранение и поражение отравляющим веществом микс миксные поражения выговорили с кровью и эти капельки становятся неразличимы второй запах чеснока или горчицы тоже нехарактерный симптом он может быть до двух часов ну и для подтверждения диагноза необходим химический анализ итак наличие капелек отравляющего вещества в ране запах чеснока или горчицы и химический анализ первые признаки после скрытого периода это отечность в ране покраснение и отек в окружности раны ткани в ране приобретают цвет вареного мяса это вот характерный симптом именно для поражения ипритов ткани в ране цвет вареного мяса одновременно появляются симптомы общерезрактивного действия примерно к концу первых суток на коже вокруг раны появляются ипритные пузыри наступает везикулезно-булезная стадия на вторые и третьи сутки наблюдается некроз тканей особенно опасны так называемые проникающие миксные раны это раны груди живота или черепа проникающие раны зараженные азотистым ипритом они в принципе не имеют никаких особенностей протекают по типу ран сернистым ипритом раны зараженные люизитом отсутствует скрытый период или очень короткий 3-5 минут появляется очень быстро жжение и жгучая боль ощущается запах герани через 10-15 минут поверхность раны приобретает грязно-серый цвет ну в отличие от ипритов там будет цвет пареного мяса здесь грязно-серый цвет это связано прежде всего с прижигающим действием который в дальнейшем грязно-серый цвет меняется на желто-бурый вскоре развивается нарастающая отечность в ране наблюдается повышенная кровоточивость некроз достигает максимума на вторые и третьи сутки отмечается более бурное резорбтивное яд более резорбтивное действие яда это связано прежде с тем что люизит является сосудистым ядом быстро возникает явление возбуждения тахикардия гипотония одышка цианоз коллапс одёг лёгких ну и выраженное кровоизлияние что касается особенности диагностики ран здесь можно провести параллель между ранами заражённой ипритом и люизитом в частности при иприте запах хрена чеснока или горчицы при люизите запах герания при иприте нет никаких болевых ощущений при люизите резкая жгучая боль кровоточилость при ипритах практически не выражена при люизитах рана сильно кровоточит ткани буро-коричневого цвета при иприте вот и серо-пепельного цвета при люизите отёчность вокруг раны появляется через 10-20 минут при воздействии люизита и через 3-4 часа при поражении ипритом пузыри появляются к концу первых суток это при иприте и там же появляются очаги некроза при люизите пузыри появляются значительно быстрее раневая инфекция протекает более медленно на коже остается пигментация вране обнаруживается иприт в течение 48 часов при люизите он обнаруживается только в течение 5 часов особенности ожогов зараженных этими ядами при ипритах тот же запах хрена чеснока или горчицы запах герани при поражении люизитом маслянистые пятна бура темного цвета при ипритах и светлые маслянистые пятна при люизите появление красноты и отека по периферии ожога через 2-3 часа в то время как при люизите появляется через 20 минут пузыри по периферии ожога при ипритах через 1 час примерно пузыри при проявлении при проявлении люизитом примерно через 20-30 минут ну и при воздействии иприта чаще всего поверхностный некроз вот при люизитах глубокий некроз их диагностика поражений при ипритах будет слабое растекание капель при люизите значительное растекание то есть поверхность будет более длительно более обширная поверхность будет поражена с поверхности кожи 20-30 минут при иприте при люизите 5-10 минут субъективные ощущения мы говорили также при ипритах отсутствует при люизите выжжение и боль эритема при ипритах 3-4 часа это скрытый период при люизите до 30 минут при ипритах эритема неяркого цвета и распространяется медленно здесь при люизитах интенсивно красного цвета с четкими краями и распространяется близко очень быстро участок поражения резко ограничен вот при ипритах при люизите сливается с окружающей тканью отек ткани выражен при люизитах при ипритах практически не выражен время появления пузырей значительно короткое при люизите 12-13 часов ну и в течение первых суток при ипритах пузыри это ипритное жерелье вот по краю эритема обычно мелкие визикулы при и при люизите это крупные одиночные булы дно язвы при вскрытии ипритного пузыря бледно-розовое с единичными кровоизлияниями и наоборот дно язвы при люизите ярко-красного цвета с множественными кровоизлияниями максимальное развитие поражения при ипритах до 12 дней при люизите до 2 суток ну и продолжительность соответственно 6-8 недель при иприте и 2-3 недели при люизите объем помощи пораженным первая медицинская помощь частичная санитарная обработка обрабатывается открытые участки тела лицо шея и руки и обычно идет обработка жидкостью из индивидуального противохимического пакета ИПП-8 при его отсутствии вот промывается кожа и особенно глаза водой из пляги при попадании отравляющего вещества в желудок беззондовое промывание желудка вызывается вода ну и как можно быстрее эвакуация из очага Доврачебная фельдшерская помощь частичная санитарная обработка также актуальна то же самое или водой или жидкостью из индивидуального противохимического пакета при ослаблении дыхания сердечной деятельности введение кофеина или кардиамином внутримышечно или подкожно при перерарном отравлении также беззондовое промывание желудка с последующей дачи активированного угла в виде сорбента 25 грамм на 0,5 стакана воды при поражении глаз промывание раствором соды или раствором перманганата калия закладывание подвеки пятидесятипроцентного раствора пятидесятипроцентной синтомициновой мази при попадании в глаза люэзита тридцатипроцентная унитиоловая мазь это отличие будет при поражении глаз и притом и люэзитом при поражении органов дыхания промывание полости рта носоглотки ну двухпроцентным раствором соды первая врачебная помощь частичная санитарная обработка то же самое обязательно введение теосульфата натрия вот внутривенно тридцатипроцентный раствор при поражении люэзитом внутримышечно вводится ну неспецифический антидот унитиол он это 5-процентный раствор 5 миллиграмм 5 миллиграмм вводится 3-4 раза с интервалом 6-8 часов это первые сутки на вторые сутки вводится примерно по 5 грамм 2-3 раза в сутки интервалы будет более длительное до 12 часов ну и последующие 3-7 суток 1-2 раза в сутки при поражении кожи на поражённые участки кожи влажная повязка с раствором монохлорамина или противоожуговой эмульсией при поражении глаз промывают их раствором монохлорамина или раствором соды под веки закладывается 5-10% синдомициновая эмульсия или 30% унитиловая мазь дача сердечных препаратов оксигенотерапия кофеин кардиамин обязательно с профилактической целью идёт введение антибиотиков широкого спектра действия вот полная санитарная обработка ну после выполнения мероприятия неотложной первой врачебной помощи квалифицированная медицинская помощь антидотная терапия унитилом продолжается при выраженном резорктивном действии интенсивная дезинтоксикационная терапия переливания крови внутривенно растворы теосульфата натрия хлорида кальция глюкозы или полиглюкина назначение препаратов стимулирующих кроветворение особенно это касается поражения азотистыми притом активное антибактериальное лечение это антибиотики широкого спектра действия тот же пенициллин бициллин или тетациклин сульфаниламиды для стимуляции сердечно-сосудистой системы дается кофеин ну и местное лечение поражений кожи лечебные мероприятия будут зависеть от степени и характера поражений ну в частности противовоспалительные средства это наложение влажно-высыхающих повязок это трехпроцентный раствор борной извести однопроцентный раствор фурацелина резорцина или фурацелин разведения 1 на 5 тысяч противозудные средства однопроцентный спиртовый раствор ментола мази с астероидными гормонами внутрь димедрол наложение коагуляционной пленки это нитрит натрия или раствор танина двухпроцентный колоргол пятипроцентный раствор калия перманганата прибулезном поражении асептическое поражение поражения пузырей влажно-высыхающие повязки с антисептиками ну можно с тем же фурацелином термопарафиновая терапия ну и как средство стимулирующее заживление поражение кожи это физиотерапия анаболические гормоны кирургические методы пересадки кожи осуществляется крайне редко поражение органов дыхания туалет полости рта антисептиками тот же раствор фурацелина применение противокошливых обезболивающих средств антибактериальная терапия ингаляция кислорода отхаркивающие разжигающие разжижающие препараты щелочно-маслянистые ингаляции позиционный дренаж бронхов бронходилататоры неспецифические противовоспалительная и десенсибилизирующая терапия средства стимулирующие неспецифическую резистентность ускоряют ускоряющие регенерацию физиотерапевтические процедуры при отеке гортани внутривенного введения 60 мг преднизолона ну и при отсутствии эффекта трахиостомия поражение глаз это промывание глаз водой или раствором соды или 0,5% раствором хлорамина введение конъюнктивальный мешок 2% раствора колоргола по 2 капли 2-3 раза в день или по 1-2 капли 0,5% раствора хлорамина с вазелиновым маслом из использования темных очков дикаин для снятия болевого ощущения 5% левомицетиновая мазь 3-4 раза в день и при поражении роговицы пилокарпиновая мазь очень часто на этапе квалифицированной медицинской помощи возникает различного рода осложнения при пероральном попадании удаление яда путем рвоты промывание желудка водой или 0,2% раствором пермананата калия затем водится ациабент 25 г активированного угля в 100 мл воды солевое ослабительное голодная диета затем зондовое питание противошоковая терапия ощелачивающие вяжущие средства антидотная терапия в основном против люизита представляет собой это 5% раствор унитиола он может использоваться или в виде глазной мази или в виде 5% раствора для приема внутрь при пероральном пути или парентеральном введении 5% раствор кроме того британский антилюизит или бал ну он широко не применяется только в виде 3,5-5% мази таким образом антидотная терапия она представлена практически неспецифическим антидотом унитиолом вот и британским антилюизитом в виде глазной мази благодарю вас за внимание лекция на сегодня закончена всего доброго до свидания до свидания